Да, предыдущее выступление было таким глубоким, таким серьезным, таким реалистичным, поэтому то, о чем я буду говорить, может быть, не такое глубокое содержание имеет. Но я все-таки продолжу. И здесь мы видим тема самоосознания, mindfulness по-английски. Эту тему рассматривают или тема мейнстрима в психологии уже последние 20 лет и в основном в личностной психологии. И я знаю, что психотерапевты любят данную тему, потому что эта тема объединяет различные виды терапии. И содержанием данной техники дать человеку возможность найти в себе больше ресурсов, вот контакт с собой — это нетривиальная тема. То есть, если мы говорим о ранимости, я думаю, что ранимость и признание этой ранимости нужно иметь очень большую волю для того, чтобы признать это. И у человека, если во внутреннем состоянии очень много боли или гнева, то такого раскаяния нельзя добиться. Нет у этого человека желания прощать. И поэтому одной из моделей является то, что когда смотрят на внутренний мир человека таким образом, что человек сам знает, что в его внутреннем мире находятся какие-то чувства и мысли, ощущения, и он сам наблюдает за собой, что происходит у него внутри. Он смотрит, как меняются мысли, как все это происходит из-за того, что данная методика ведет к свободе. И есть возможность говорить о разных темах, связанных с этим. Здесь я поместила такой снимок мозга. Очень много говорят о возможностях мозга. Если человек, например, медитирует или молится, или занимается другими духовными практиками, то у человека в мозгу происходят позитивные изменения. Как говорил Кэндис Спирт, иногда разум становится материей, то есть психика становится более физической. Душа становится физической или телом. И вот здесь, с правой стороны внизу, вы видите такое изображение, где написана китайская мудрость. То есть если вы скорректируете свой разум, ваша жизнь встанет на правильные рельсы. То есть если мы подумаем о темах, которые говорили сегодня и вчера, есть очень много звеньев, которые ведут к изменениям. И что связано с темой самоосознания, это то, что человек должен быть с контактом и с собой, и с тем, что находится вокруг него, то есть другими людьми и природой. Теперь, вот в психологии личностного управления, что самого нового там есть, там есть очень много чего интересного, потому что мы всегда находим в себе, или вот в психологии всегда что-то новое. Теперь, о чем говорит о новом? То, что человек может управлять свои состояния сознания. То есть если человек понимает, когда он достигает самого эффективного этапа, то, когда он начинает более контактировать с другими людьми, вот это может как раз привести к новому интересному опыту. Также нужно не забывать о том, что нужно всегда проверять эмоционально, какое решение принять. То есть человек должен использовать свои ресурсы для того, чтобы почувствовать себя внутренне более открытым. Я не говорил вам, что я занимаюсь разными видами терапии, но у меня вот есть клиенты, это руководители групп, которые в своих таких душевных поисках, вот Ренус говорил о Юнге, когда люди все уже сделали в своей жизни и начинают искать себя духовно, то вот люди проводят такие духовные исследования в себе, и вот эти люди приходят ко мне, и в течение года мы занимаемся вместе с ними психологическими темами. Я хочу сказать, что вчера, когда я была в школе Святого Иоанна, подумал, как замечательно с детьми вообще заниматься. И, ну, мои клиенты тоже замечательные, но, с другой стороны, люди говорят, а я вот читал такое исследование, а сам, например, ребенок учится в пятом-шестом классе. То есть сама вот вчера и сегодня атмосфера очень позитивная, и можно добиться равновесия, можно чувствовать добро. Но я не думаю, что это проекция, это на самом деле так. И то, что обещают, это внутренняя свобода. И вот эта внутренняя свобода означает, что я могу решать все, чем я буду заниматься в своей жизни, куда я буду смотреть. И здесь я хочу вам показать некоторые термины. То есть, когда появилось вот это самоосознание впервые, то появились все группы, которые готовы были проводить спередушевные практики, и люди выбегали из помещения, где проводились эти практики, и тогда нужно было анализировать, что происходило. Но сейчас те люди, которые смотрят внутрь себя, иногда могут столкнуться с такими видами боли, которым они не готовы. И из-за этого люди, которые хотят говорить на эту тему, должны быть готовы к тому, что вот такие травматические, может быть, эпизоды будут подниматься. Вот если посмотреть на гарвардское издание «Бизнес-ревью» 2018 года, это «Разум лидера», основными чертами хороших лидеров являются самопожертвование и также сострадание. И обычно, когда мы проводим обучение с лидерами, руководителями, то они понимают, что у них очень много людей, за которых они отвечают, и если они смогут создать хорошую атмосферу во время вот этого взаимодействия, то им будет легче. Конечно, есть определенные основные убеждения, основное доверие, и нужно помнить, что оно меняется в течение жизни. И я думаю, также то, что мы говорили так много о травмах, нет, я так не думаю, что только те, кто занимаются или встречаются с травмами в своей жизни, не знают, насколько это важная тема, но я думаю, что нам нужно говорить о травмах больше, что делает травма с людьми, и что такое большая травма и большая, маленькая и большая травма. Что еще хорошо, что возле этих тем всегда говорят о смиренности и благодарности. И среди детей сейчас распространяется такая смиренность и благодарность. Это основные ценности, которые существуют, можно найти в детях и подростках, и это идет как раз через, может быть, что-то новое, новую философию. Теперь я хочу спросить у вас вот здесь, что общего у этих фотографий? То есть, вы знаете, когда кто-то проводит обучение, он всегда только говорит, он всегда и спрашивает, что же общего? Видите, здесь ребенок оставлен на улице без присмотра. И второй снимок, это, видите, киоск, собственно. И мужчина этот уходит с цветочным горшком, и, в общем, такое впечатление, что он не заплатил за этот цветок. И вопрос в чем, каковы же основные ценности? То есть, какие основные ценности являются общими для этих двух снимков? Да, первое – это доверие. Правильный ответ дали. Если немножко подумать в целом о том, как люди живут, справляются с жизнью, то такая ситуация бывает. Когда рождается ребенок, когда мама здорова, она открыта миру, и тогда происходит все. И когда мы смотрим, все равно, в каком возрасте человек, если смотрим, насколько в мире существует доверие, то все это меняется. Если взять человека семилетнего, то он действительно еще доверчивый. То есть, соответственно, его степень доверия показывает, как он вообще прожил свою жизнь, и как он пережил все свои травмы, все свои неприятные моменты в жизни. Следующее. На следующем слайде будет показан человек. Я хочу, чтобы очень внимательно на него посмотрели в глаза. и затем загляните в свой внутренний мир. Это одна из техник. То есть, нужно посмотреть, что же в твоем внутреннем мире происходит. И если вы посмотрите на этого человека и посмотрите на себя, тогда можно подумать, попытаться, что же происходит с моими чувствами. И давайте посмотрим в глаза этому человеку. У него действительно существует доверие к миру. А если бы посмотреть, как вы к этому, то есть, какое у вас северное доверие, то есть, естественно, нам всем хочется, чтобы этот доверчивый ребенок у нас всех существовал. И если у него все будет хорошо, я выбрала снимок, когда все хорошо, тогда картинки будут такие. У каждого есть что-то, что радует жизни. А теперь посмотрите. Здесь вот все хорошо. А что же будет, если очень плохо или плохо все? И в психологии правления существует такая логика очень распространена. Развитие человека происходит через анализ и жизненную философию своих опытов ошибок. То есть, соответственно, философия своего дома, своего хутора, она совершенно приемлема. И однозначно, вот критические ситуации, которые случаются в жизни, особенно такие вынужденные ситуации, их нужно решать как-то. И считается, что через их решение таких проблем происходит развитие человека. Потому что взрослый человек по собственному желанию не изменится. Мы все живем в нашем собственном соку, варимся и довольны жизнью. Но если что-то происходит, какая-то боль, то тогда, естественно, что-то нужно делать. И поэтому считается, что вот такие различные необычные стандартные ситуации, они ведут к развитию человека. Что же происходит с человеком, если крупные какие-то катастрофы происходят? Что происходит, если, например, насилие стороны в близких отношениях существуют несколько лет назад. У нас в Талине был Яков Шик, который является преподавателем в Оттавском университете. Он занимается ветеранами военными. И с его доклада я взяла его слайд. Но идея заключается в следующем. Почему ветераны военные заканчивают суицидом, хотя с ними проводится очень много различной работы? И причины были не только в том, что война сама по себе изменилась. Сегодня она без границ. И в любой момент может случиться все, что угодно. Средства для убийства были очень эффективны. Но что случилось с этими людьми? У этих ветеранов, у них утрачивается окончательное доверие к покою. То есть они никогда... Кроме того, у них теряется доверие или вера в возможность контролирования. У них теряется вера в справедливость, в вера в достоинство человека. И также у них теряется вера в то, что человек или каждый солдат действительно имеет свою ценность. Таким образом, теряется вера в людей и в возможности добра человека. Вот такую ужасную работу делает... То есть такие ужасные результаты дает война. То есть в конце концов, после военных действий, человек теряет, утрачивает вообще веру и доверие. И часто это создает такое состояние человека, когда у него постоянно хроническая боль души. И это приводит к боли в теле. И если ребенок, например, у него, если душа болит, у него тоже все это отражается во всем теле. То есть то же самое получается с людьми, которые действительно непосредственно видели военные действия и встречались, ну и стояли перед лицом смерти. У них просто нету силы больше ничто делать, просто каким-то образом существовать. Им надо бороться с тем, чтобы как бы утратить вот это желание не жить. Вы знаете о пост-равматическом стрессе уже, но я несколько вещей хотела бы еще привести. здесь очень сильные колебания между болью эмоциональной и, наоборот, периодами спокойствия. И, кроме того, у этих людей очень сильная потребность повторить, чтобы у них повторились эти сложные события. очень большой, важный такой симптом – это кошмары. И, кроме того, если у нас крупная катастрофа, то очень большое количество таких симптомов накапливается. Кроме того, в фазе реакции, которая наступает после шоки, этот человек, пытаясь как-то избавиться от этих нехороших чувств, он, согласно последним исследованиям, человек может диссоциацию вызывать специально, по собственному желанию. То есть он в определенный момент может дозировать, насколько я могу позволить себе переживать травму, вызванную какими-то отрицательными действиями или эмоциями. Теперь, я думала, что расскажу вам, может быть, вы это тоже знаете, что люди очень часто, если им плохо, если у них плохой моральности состояния, они часто борются с тем, чтобы из этой крайности, из постоянного возбуждения или нервозности, чтобы они переходят в состояние литургии, такой усталости. И очень часто для улучшения их состояния нужно следить, какова шкала стресса. То есть это схема, терапевты все это знают, это окно толерантности, но по нему можно всегда сказать, что в случае крупных травм эти состояния находятся крайними. у людей, конечно, меньше травмы, но можно по этой схеме отследить их тоже. Например, если смотрим хорошие новости, можно сказать, что последние 20 лет у людей сегодня настолько много появилось знаний о том, что человек сам может сделать, но что человек может сделать, это изменение образа мышления. И вот здесь мы как бы на одной волне с метаноией находимся. И очень часто радостной вестью является то, что если человек научится изменять свое настроение, образ мыслей, то он сможет после определенных упражнений сохранить это, так сказать, в структуре своего мозга. улучшение настроения или работы, может быть, это, 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 то есть те, которые знают, что они могут сами самостоятельно изменить свою ситуацию. то есть первый раз, когда человек согласно своему желанию изменяет состояние своего ума, разума. И когда у него появляется такое первое позитивное ощущение, да, я сделал, и поверьте, что это действительно помогает, и у него появляется уверенность, и он значительно лучше может справиться своими чувствами, и человек может развиваться в отношении вот этих серьезных действий самопомощи. Как у нас со временем? Очень важно, чтобы человек, у которых небольшие травмы или кто этим вообще не занимался, то откуда вообще берутся все депрессии, и все тревоги и так далее. Всемирная организация здравоохранения говорит, что к 30-му году у нас будет очень высокий уровень депрессии среди этих мягких травм. у депрессивных людей просто нет никаких вариантов, он не может сам полностью справиться со своими травмами, хотя, может быть, кто-то со мной поспорит. Что же нам говорит эндорфин Кандисперт? Он говорит, Кандисперт говорит, положительное мышление, позитивное мышление это просто хорошая идея, но много может поменять. Две последние книги, которые я думаю, что эти книги важны для всех психотерапевтов, но и в целом для общего образования эти две книги вот они, две книги одна это моя любимая книга в 15-м году вышла это это Бессер Ван Де Кольк он исследователь и соответственно он собственно то, во что мы верили люди уже давно он просто изложил все это в одном издании в такой веселой форме и действительно он говорит о том, что техники тела они помогают людям сравниться справиться с травмами вот ну это знаете обнимание там по плечу похлопать и так далее очень важно то, что люди как бы сегодня значительно больше знают как как можно справиться с травмой как можно ее пережить с помощью таких определенных методов так что две книги это две мои любимые сегодня книги скоро появятся новые но в любом случае на сегодняшний день две это самые самые такие важные теперь я полагаю что ненависть и страх их человек в своей жизни тоже может изменить в конструктированном плане потому что гнев ненависть это естественно связано с эмоциональным уровнем человека его отношениями очень многие люди говорят что они не могут простить не могут справиться с этим но я полагаю что если человек хочет чтобы у него было не маленькое а большое сердце и в это большое сердце много бы у него поместилось то тогда если бы это сердце было бы очень эмпатическое и принимаемое то тогда ощущение страха или ненависти не было бы таким большим и он бы смог справиться своими травмами вот это ненависть и страх они могут быть препятствиями какими-то и они однозначно мешают справиться с травмами если человек вот с собой найдет такой контакт тогда этот контакт поможет справиться и с ненавистью и со страхами а теперь давайте еще поклонимся Ричарду Дэвидсом это человек который действительно доказал с помощью своих исследований что что человек если он научится быть веселым и хорошим приятным то он таким и останется и этого можно научиться я в это верю я ему верю потому что он 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 использовал все все всех тибетских этих лам и йогов и так далее изучал их мозг и как они работают и их может действительно в положительном направлении изменять так что это такая радостная весть что мозг сам нам дает гарантию том что если ты делаешь то что надо то твое состояние однозначно улучшится итак теперь посмотрим кто же такой наблюдатель вот для меня было интересно узнать что теперь эта сила здесь и сейчас имеет влияние получил влияние от иудаизма и также восточных техник и я думаю что сегодня можно сказать что у нас есть вот такое возможность наслаждаться тем что происходит вокруг нас и я услышал сегодня о Кайро вот таком боге которым можно было бы задуматься о времени я думаю что буду использовать это в своей может быть жизни но я думаю что то что вы любите все минуты вашего вашей жизни и вы хотите жить и желаете жить это очень замечательно и это может как раз и повлиять на изменение вашей жизни что еще интересно что если человек разговаривается с самим собой и принимает внутренние решения и если он может наслаждаться этим то это дает очень много энергии является замечательным ресурсом энергии еще теперь посмотрим на книги которые есть то есть есть такой например различные виды например сознания то есть это например то что вы открыты эмоционально так же что вы проводите мониторинг своего состояния это является жизненной философией и это связано так же с принципом психологии здоровья человек принимает знания которые существуют в данной сфере и все что например если человек ну я вспоминаю всегда своих клиентов человек который смог научиться наблюдать за своим внутренним миром он сказал что знаешь у меня есть между мыслями паузы и во время этих пауз я могу сделать что-то еще чем-то заняться еще чем-то и таким образом научиться чему-то новому и человек увеличивает свою эмпатию также он уменьшает негативное отношение к культурным различиям и вот когда человек осознает свое сознание тогда он увеличивает свою этичность при принятии тех или иных решений и говоря о различных религиях и о психорегуляции между ними можно найти похожие элементы во-первых это концентрация то есть если вы не можете концентрироваться то вы не можете и начать прислушиваться что происходит у вас внутри также медитация помогает и что еще общего это например управление своим дыханием и также ваши общие отношения меняются теперь вы можете посмотреть на разные ощущения спиритуальности то есть это что такое спиритуальность это может быть равновесие также то что вы чувствуете себя эмоционально хорошо также это то что вы находите эмоциональный покой есть различные виды синонимов которые связаны со спиритуальностью то есть это пробуждение освобождение просветление также острое восприятие свободы и когда вы выходите на новый уровень трансперсиональный уровень тогда вы достигаете третьей ступени развития и люди в основном не умеют собой управлять потому что они не знают что спрятано в них внутри они не знают о своих возможностях они не знают что вот эти возможности есть и то на чем человек концентрируется может сам выбрать и вот в концепции самоосознание это замечательный ресурс есть когда человек понимает из чего он может выбирать для этого нужно чтобы было такое состояние свободы чтобы можно было принять или иные решения и я думаю что я закончу вот этим замечательной этой фотографии спасибо итак у нас есть возможность задать несколько вопросов вопросов когда Ливика вчера говорила о том что одна учительница в школе ввела новую традицию что она в конце письма писала и прошу прощения думаю это такая замечательная идея что мы все понимаем что мы несовершенны и все-таки найти время для того чтобы попросить прощения это вообще замечательно может быть в первый раз не получилось но простите если я о чем-то не дорассказала но я сделаю все что было в моих силах спасибо спасибо